С системой пытаются бороться даже с того света. 13 числа Мурсу не приснился. Мама говорит, никому не верьте, никакой бури не было, как меня убили. Как на самом деле погиб Алмаз Шахимов. Там ужасные раны, ножевые ранения. Три ножевых ранения, 26 телесных повреждений. Новые подробности появились в деле Ербаяна Мухтара. Возбуждено второе уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РК. Это в отношении врачей. Что говорит военный эксперт обо всех происшествиях в армии? Есть некоторые системные проблемы. И вот эти системные проблемы, их можно решать. Обо всем этом и не только в сегодняшнем выпуске. Это прямо Покунаева, и мы начинаем. Трагедии в армии в последнее время происходят с пугающей регулярностью. Но это одно. Второе, что родным погибших или пострадавших приходится титаническими усилиями доказывать, что на самом деле произошло с их детьми или родственниками. В одной из наших прошлых программ мы уже рассказывали историю Алмаза Шахимова. Но я напомню ее вкратце, чтобы вам были понятны новые подробности, которые расскажет его мама. Так вот, по официальной версии, 9 августа 2022 года около 9 часов вечера началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого началось разрушение палаточного городка. Рядовой Алмаз Шахимов, помогая своим сослуживцам эвакуироваться на безопасное место, выходя к ранним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Он был доставлен в городское медицинское учреждение города Кунаева. В городской больнице была констатирована смерть военнослужащего. Вот вы верите в эту версию? Вот так выглядит металлический каркас палатки. Я, конечно, все могу представить, но какой силой должен был быть ветер, чтобы вот этим убить здорового и физически развитого парня. Да еще вдобавок оставить несколько колотых ран, очень похожих на ножевые, и следы от прижигания сигарет. А еще палатка его связывала за обе руки, судя по следам. Так получается? Да, вот там опер, который увидел первый опер, труп моего сына, она сказала, что даже есть следы, описывает она, есть следы гвоздя или шилы. Там первый эксперт описывает, что у него три ножевых ранения, но она описывает, что у него и на руке тоже были порезы на живых ранения. Но почему-то эксперт это не пишет, он пишет, что это кровопотек. Но я вам попозже отправлю все вот эти видео, вот эти фото. Даже 10-летний ребенок скажет, что это его избили и что это убийство. Мы надеемся, что вот справедливость восторжествует и накажет этих людей. Уже два года мать солдата приводит десятки неопровержимых доказательств того, что ее сын погиб не во время бури. В нашем распоряжении есть фотографии, которые явно подтверждают факт насильственной смерти. Но из этических соображений мы не можем показать их в эфире. Они явно доказывают, что виновна в его смерти совсем не стихия. Дело несколько раз закрывали, но убитая горем мать добивалась его возбуждения вновь. Как вы помните, я уже два года говорю, что это не одежда моего сына, его переодели. Его переодели два раза. Когда убивали, он был в другой форме, его, видимо, уничтожили. А когда привезли в больницу, ему одели другую форму, 48-го размера. Мой сын одевает 54-го размера. Эта одежда была вся в крови. Но эту одежду тоже они уничтожили, потому что в экспертизе одежды вообще нету крови. Ни на портянках, ни на футболке. Если вы видели фотографии, там ужасные раны, ножевые ранения. Три ножевых ранения, 26 телесных повреждений. Даже вот когда дома, если повредишь ножом или на чёрке руки, столько крови, а там у него глубокие, очень глубокие раны. И не может быть, чтобы на брюках, на футболке не было крови. Они даже и эту одежду уничтожили. Вот сейчас данный момент они всё вот это выявляют, выясняют. Вот, как я раньше говорила, 55-74, тоже национальной гвардии, где находился полигон. Это видео они уничтожили. Потому что, когда я ознакомилась с первой экспертизой, я попросила следователя Тагаева, чтобы он показал мне это видеонаблюдение 55-74. Я ему сказала, я поверю, если вы мне покажете это видео, что... Я просто его взяла на код, если честно сказать, чтобы он показал. Ну, явно видно было, что моего сына убили, пытали пытками, убивали 7-8 часов. Потому что никто после обеда 9-го часа моего сына никто не видел. Утром он был на стрельбище, после обеда его никто не видел. И он сказал, ладно, вы завтра придёте, я вам покажу это видеонаблюдение, видеокамеру. И он сбежал. Я утром... Я была с адвокатом. Мы приехали в ИСУ, город Алматы. Он потом написал, что он приболел. В тот же день он не хотел показывать нам это видео. Что у него дела, завтра посмотрите. Так, и вот это всё осталось. Потом его перевели. Приехал другой уже следователь. Я им тоже требовала показать мне это видеонаблюдение. Они меня обманули. Сказали, вот диск есть, жёсткий диск. Мы его покажем. Там крыши слетали. Там было невозможно даже выходить на улицу. Там не пострадали тоже 55-74 солдаты. И только 55-71. Их были тоже там. Ну, по их рассказам, был сильный ураган. Но, я знаете, я 10 дней жила в Алмате. Я требовала прокуратуру. Ездила в Алматинской области. Ахбергену Айдосу. Говорю, покажите мне это видеонаблюдение. Но они сказали, вот 8 часов грузится. Вот так 10 дней прошло. И они мне так это видео не показали. А концовки вышло. Они мне сказали, что это видео потерялось. Они сказали, что одежда моего сына потерялась. И видеонаблюдение 55-74 потерялось. Почему потерялось? Потому что никакой бури там не было. И когда они же на улице его не будут убивать, они 55-74, они там убивали. Потому что я была там. Там есть офицерский клуб. Я туда заходила. Там очень много дверей было закрыто. Я попросила, чтобы открыли эту дверь. Я говорю, я чувствую, что его здесь убивали. Подозрения матери подтвердили и данные синоптиков, к которым обратилась Индира. Они сообщили, что в тот день в этом регионе бурь не было. А максимальная скорость ветра достигала всего 14 метров в секунду. Усомниться в правдивости слов военных и начать самостоятельное расследование Индиру заставил сверхъестественный случай. Видите, когда мой сын 9 августа же умер же. 11 числа мы похоронили его. 13 числа мой сын не приснился. Мама говорит, никому не верьте, никакой бури не было. Говорит, меня убили. Вот так. Я, знаете, я в халате, платке. Я в шлепках. Я выехала в Алмату. В чем я была? Я вот не могла спать. Успокоительно выпила. И вот на полчаса где-то, наверное, вот так. Глаза сомкнула. Я взяла. Мама говорит, я с собой вместе пойду. Я вот деньги, удостоверение взяла. И мы полетели в Алмату. 14 числа. Вечером мы были уже в Алмате. Изначально матери погибшего солдата говорили, что пострадавших много и большинство даже госпитализировали. Но и это оказалось неправдой. Когда они приехали, моего сына привезли. На похоронах было почти 500 человек. Они говорили, что медсестра, которая первую помощь оказывала моему сыну, она в гипсе. Еще 15 солдатов пострадали. Они все лежат в больнице. Не только ваш сын пострадал, и они тоже. И мне было интересно увидеть их. Понимаете? Потому что как вот сын, он начал меня обнимать, плакать. Я начала плакать. Я говорю, ты же умер. Вот так говорю. Мама говорит, не верьте никому, не верьте. Меня, говорит, убили. И все. Я вообще дар речи потеряла. Я вот уехала. Я говорю, и что вы думаете? Мы приехали в Алмату. К главврачу мы зашли. Она его в больнице. Он сказал, никто нам не обращался. Никому, говорит, мы гипс не ставили. И никакие солдаты, говорит, нам не обращались. Говорит. Вашего сына привезли трупными пятнами окоченения. Я вот у эспектов спрашиваю, через сколько времени будет окоченение? Они мне говорят, через 3-4 часа. Трупные пятна тоже может выйти через 3-4 часа. Ну, как они его 9-25 привезли, 9-35 констатировали смерть. И он не мог за 10 минут окоченеть и вылезти трупные пятна. Поэтому мы же, эксперты же, когда изгумацию делали, они же описывают, что до 7 часов он уже был мертв. Понимаете? Даже на эти экспертизы они глаза закрывают. Были обнаружены и еще множество нестыковок и расхождений с первоначальной версией воинской части. Потому что у него раны, синяки на теле, они очень разного цвета. Даже наш первый эксперт, он говорил, что его начали восьмого бить. Его, даже вот, как они говорят, да? Через 7 минут мы вашего сына нашли, у него уже был глаз опухший и синяк. Я вот экспертам ставлю вопросы, вот у нас идут сейчас вопросы, да? Я говорю, как может через 7 минут стать фингалом, да, вот, посинеть? Нет, такого не может быть. Синяк может выйти через пару часов. Это даже подтверждается, вот, экскумации, что он умер до 9 вечера. Он в 7 часов, он уже был мертв. Одежда по ранам, и вот, ножевые ранения, и по ранам вообще не подходят. И по размерам даже не подходят. Они все старались уничтожить, старались дело закрыть. Я скажу, что это все было по-черному там. Поэтому я добивалась, 2 года я добивалась, чтобы перевели дело в Астану. Сейчас после поднятого резонанса и перевода дела в Астану, следствие сдвинулось с мертвой точки. Знаете, уже вот 3 месяца, уже 3 месяца дело расследуется в Астане. Я этого добивалась 2 года, потому что в Алмате они дело вообще не расследовали. У нас дело закрывалось 4 раза, прекращалось. Они все делали, чтобы это дело замять, укрыть убийство моего сына, моего единственного сына. Сейчас продвижение, сейчас назначены экспертизы, расследуются в Астане. Могу сказать, пока все прозрачно. Но знаете, сейчас вот действительно сейчас расследуется дело, назначены экспертизой, которые раньше я не могла оглашать эти экспертизы. Но сейчас они вот должны у нас скоро уже, уже будут скоро готовы. Тогда я уже могу в дальнейшем сказать. Но насчет обвиняемых, знаете, тоже пока ничего не могу сказать, если честно сказать. Но я надеюсь, что в будущем убийца моего сына, там не один человек, убийца моего сына будет наказанным. На это очень надеемся, что будет справедливое расследование. Мы тоже надеемся, что расследование будет честным и справедливым. Но возникают и вопросы, каковы могли быть мотивы произошедшей трагедии. Ну, знаете, через четыре дня, как вот мой сын приехал туда служить, через четыре дня были оформлены на него кредиты. И этого офицера, этого офицера потом 10-го числа уволились с работы. Он вначале не признавался, потом он признался, говорит, да, я брал эти кредиты. Он играл, ставил ставки, не только мой сын, там не отправляли родители, других солдатов, очень много переводов. Он не только кредиты, он и займы брал, телефонные продукты. Через четыре дня, какое он имел право брать на моего сына кредиты. Вначале, да, он, говорит, отрицал, а когда уже показали выемку, что его фамилия там, потом он признался. Но это дело прекратилось, но сейчас возобновили это дело. Алмаз Шахимов успел прослужить в армии всего чуть более двух месяцев. Призвали его в мае, а погиб он 9 августа. По словам матери, после всего произошедшего ее неоднократно пытались подкупить и просили смириться с версией о несчастном случае. Они знают, что мы живем в съемной квартире. Хотели купить нам трехкомнатную квартиру в Астане или Почтаве. Прилагали деньги, чтобы мы обставились. И даже на Новый год спрашивали Инны, моих дочерей, чтобы отправить им по полтора миллиона на Новый год, на подарок или на депозит, чтобы мы положили. Хотели дать 21-ю школу, где мой сын учился по имени Шахимова Алмаза. Они все делали, чтобы меня подкупить. Но мы от всего отказались. Мы хотим справедливости. Мы хотим доказать, что они убили моего сына. И чтобы они по закону получили по заслугам. Нам от них ничего не надо. Если честно сказать, да, нам сейчас очень тяжело. 648 тысяч мы оплачиваем каждый месяц кредит. У нас было два адвоката. И, наверное, 25-30 раз я ездила с адвокатами. И сама ездила в Алмату. У нас дело же было в Алмате. На все это я брала кредиты. Я ни на что не посмотрела. Мы ничего не жалеем. До последнего вдоха мы будем бороться за правду, за справедливость. Пускай меня убьют они. Пускай все, что делают со мной. Но я буду бороться. Мы будем бороться с мужем, с мамой. Нам же остается только пожелать сил и терпения в этой борьбе. И, надеюсь, справедливость восторжествует. А мы обязательно будем следить, как развиваются события. Стоит отметить, что в этом регионе это не единственная трагедия с солдатами. Думаю, многие помнят историю Ербаяна Мухтара, который впал в кому после, опять же, по версии руководства части, несчастного случая. По их словам, он упал в туалете и ударился головой о плитку. Ничего вам, кстати, не напоминает? Но и здесь родители смогли доказать, что всему виной совсем не несчастный случай. А происходило все в части 5571 Нацгвардии. Ербаяну повезло больше. Он выжил и сейчас находится в Турции, где врачи борются за его дальнейшую полноценную жизнь. Кстати, не так давно стало известно, что по этому случаю возбудили и еще одно уголовное дело. Оно связано с действиями врачей. Об этом сообщила правозащитник Инга Имамбай. Да, я недавно сама узнала, что возбуждено второе уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РК. Это в отношении врачей. Сейчас прям поименно нет в отношении кого, потому что статья предусматривает ненадлежащее медицинское ослуживание. Поэтому дело Ербаяна, насколько я знаю, касается врачей военного госпиталя города Алматы. И также на следствие будут привлечены врачи 12-й городской больницы города Алматы. И пока то, что мне достоверно известно, будет следствие, будет решаться вопрос, насколько было надлежащим образом проведено лечение Ербаяна. Но сам факт того, что есть основания и уголовное дело возбуждено, является одним из таких решающих факторов. Также Инга Имамбай озвучила, каково состояние Ербаяна на сегодняшний день. Ну, сейчас Ербаян находится в Стамбуле, в клинике Медикал Парк. Насколько я осведомлена из разговоров с родителями, пока идёт процесс адаптации, диагностирования, и начались ЛФК физические упражнения. Таких вот прогнозов, каких-то успехов значимых, о чём можно было бы уже говорить, для этого рановато, потому что состояние Ербаяна очень тяжёлое, как вы все знаете. Поэтому пока у Ербаяна идёт процесс адаптации и диагностирования. Кстати, хотела ответить тем, кто пишет в комментариях, что после эфира мы бросаем всех наших героев. На самом деле это не так. Мы пристально следим, как развивается ситуация и стараемся помогать по мере возможности. Отцу погибшего в сентябре этого года в Мангистауской области во время сборов на полигоне Уаймаша Марата Баркулова мы предложили сопровождение адвоката. Сейчас он активно занимается этим делом. Кстати, напомню, что изначально всё так же хотели списать на несчастный случай. Но потом, после вмешательства отца и вызванного общественного резонанса, дело переквалифицировали. Более подробный рассказ отца Марата вы можете посмотреть в одной из наших прошлых программ. В настоящее время большинство назначенных экспертиз нашли своё логическое завершение. Результаты экспертиз помогут вследствие установить фактические данные, имеющие значение для дела. В настоящее время сторона потерпевших с результатами экспертиз не ознакомлена. Сторона потерпевших не была уведомлена об окончании производства следственного действия по делу. Но, по моему мнению, к концу октября орган, ведущий досудебное расследование, составит и направит отчёт о завершении досудебного расследования и уголовного дела прокурору. По какой же статье предъявлено обвинение подозреваемому и какое наказание ему грозит, если его признают виновным? Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Если вина офицера будет доказана, то за совершение указанного преступления ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы возможным лишением воинского звания. В настоящее время нам о стороне потерпевших причины, мотивы убийства неизвестно. После ознакомления с материалами уголовного дела, возможно, мы можем говорить о причинах или мотивах, если таковые имеются. Спросила я и о том, когда может завершиться судебный процесс и будет вынесен приговор. Всё зависит от ходатайств, которые будут приноситься сторонами, стороной подозреваемых, стороной потерпевших, то есть нашей стороной. Если разрешения этих ходатайств не будут требовать дополнительного времени, то до конца текущего года, я думаю, дело найдёт своё логическое завершение, как минимум, в суде первой инстанции. Эта неделя тоже не обошлась без пугающих новостей из армии. Стало известно, что в области ЖИТСУ массово госпитализировали новобранцев. Как выяснилось позже, речь шла о воинской части 18404 в Талдыкургане. Пока в Минобороны настаивают, что все они попали в больницу из-за простуды. У одного бойца диагностирована пневмония. Ну, радует хотя бы то, что их лечат в медицинском учреждении, в отличие от сына одного из наших героев прошлых программ, болезнь которого долго игнорировали, пока не стало слишком поздно. Обратилась я и к военному эксперту, чтобы понять, с чем связаны все эти случаи в армии и что со всем этим делать. – Здесь, опять-таки, есть первый момент, что каждый случай индивидуален, и у нас нет, к сожалению, универсального решения. И второй момент, конечно, как я уже говорил, есть некоторые системные проблемы, и вот эти системные проблемы, их можно решать, они понятны. Например, понятно, что в значительной степени проблемы с такими, то, что мы называли раньше, внеуставные отношения, в значительной степени они возникают из-за того, что пространство армии, оно замкнуто. Нет серьезной связи с, ну, скажем, гражданским миром, она размыта. Нет гражданского контроля за вооруженными силами, это классическое понятие, которое предполагает и парламентский контроль, и контроль со стороны некоторых гражданских министерств, контроль со стороны НПО определенных. Ну, это контроль здесь очень такое сильное слово, это на самом деле взаимодействие армии с такими гражданскими структурами, и, как показывает опыт, вот такой гражданский контроль и сильное гражданское взаимодействие, оно позволяет очень серьезно снизить случаи вот таких инцидентов, о которых мы с вами сейчас говорим. Возможно, это реально послушат решением проблемы. Другой вопрос, насколько наши вооруженные силы готовы внедрить подобную практику? А вы что думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. А у меня на сегодня все и большая просьба, поддержите нас лайком, а также подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое важное и интересное. До скорого!